Оно было придумано примерно за 20 лет у цедира, и, собственно, цедируют... Ну, конечно, я не уверен, я не уверен, там цедируют или нет. Роджер Хитт Браун рассматривал не натуральные числа, а число А у него целое, а число Б и С натуральные. И вот множество Ф – это множество таких троек А, Б, С, где, повторяю, А целое, Б, С натуральные, и А квадрат плюс 4, Б, С, равняется Б. Множество Ж – это такие тройки из Ф, у которых А плюс С больше, чем Б, и множество H – это такие тройки, у которых А больше Н. Ну, во-первых, уже это, в общем, выглядит достаточно устрашающе. Ну, с другой стороны, Ж и H – это подмножество множества Ф. Это самое интересное. Нам нужны три отображения. Отображение Ф без множества Ф от множества Ф работает в такой формуле. Ф от А, Б, С – это минус А, С, Б. Это надо поменять знак у числа А, а числа В и С поменять местами. Хорошо. Отображение Ж – это самое хитрое. 2В минус А, Б, А плюс С минус В. И отображение H просто меняет местами В, С. Ну, согласитесь, что по сравнению с жиловым квадратом это страшно не выглядит. Но, с другой стороны, если это предвидеться, это, вообще-то, тоже математика, и с этим тоже можно разобраться. Ну, смотрите, вопреки. Понятно ли, что H – это инволюция? Если поменяли местами, потом поменяли местами, то все стало на место. Так? H – инволюция. Хорошо. Ну, Ф – тоже инволюция. Потому что, когда вы делаете это в два раза, у вас в два раза меняется знак при В, и здесь поменялись и поменялись. Хорошо? Хорошо. Теперь давайте поймем, что и Ж – это инволюция. Более того, ну, если для этих было очевидно, что все равно ничего плохого не происходит, то мы сейчас должны проверить, что Ж переводит тройку чисел в тройку чисел. Ну, смотрите. Вот здесь было написано А плюс С больше, чем В. Правильно? Значит, это натуральное число. Знак первого числа нас не волнует. Когда Ж, то А может быть отрицательной туши. Хорошо. Уравнение проверить. Ну, надо здесь быстрее написать формулу, чем рассуждать. Когда мы берем 2В минус А, возводим в квадрат, и прибавляем к этому 4В, умноженное на А плюс С минус В. Что это будет такое? Это 4В квадрат минус 4АВ плюс А квадрат плюс 4АВ плюс 4Вс минус 4В квадрат. Ну, господа, что называется? Все видно? 4АВ, 4АВ, 4В квадрат, 4В квадрат исчезли. Осталось А плюс 4В квадрат. Еще надо проверить, что для успокоения совести, что мы не просто получили тройку, а получили именно тройку из множества Ж. То есть, что вот это условие выполнено, что если это условие, нужно сложить вот это число вот с этим и проверить, что будет больше этого. Ну, складываем. А при этом исчезнет, и получится, что... Сейчас. По-моему, получится, что В плюс С больше В. Правильно? Сумма 2В минуса и А плюс С минус В. С плюс В больше В. С плюс В больше В. Правильно? Угу. Ну, замечательно. Значит, это условие выполняется. Хорошо. Итак, ФЖН – это инволюция. Ф действует на таком множестве, на большом множестве. Ж маленькое действует на множестве Ж большое, и H маленькое действует на множестве H большое. Так? Так, отлично. И при этом уравнении все хорошо, да? Вот. Теперь вопрос. Сколько неподвижных точек у инволюции Ж маленькой? Что такое неподвижная точка? Это когда А маленькая равняется 2В минус А. Ну, проще говорить, А маленькая равняется 2 маленькому, да? В равно В, это и так. И А плюс С минус В равняется С. Ну, если А равно В, то так и будет. Итак, инволюция в Ж соответствует тем тройкам, когда А маленькая равняется В маленькому. Давайте вспоминать наше уравнение. Вот оно, наше уравнение. А квадрат плюс 4АС равно В. А должно быть натуральным числом. 4В? Нет. А равно В. Я здесь вместо В написал А. Я все правильно знал. А выносится за сколько? Получается А плюс 4С равно В. Поскольку число В простое, А натуральное и С натуральное, то это бывает в единственном случае. У нас В имело вид 4Н плюс 1. В случае, когда А равно 1, а С равняется 1. Единственная неподвижная точка. Значит, множество Ж состоит из нечетного числа элементов. У инволюции есть одна неподвижная точка, а остальные вот так вот переходят в ушко под действием инволюции. Ну, до завершения, конечно, осталось чуть-чуть. Мы сейчас должны понять, как между собой связаны множество Ж и А. Смотрите, на первый взгляд, вообще, что-то здесь ничего похожего. Аж состоит из тех троек, где А больше 0. Так. Хорошо. Ж состоит из тех троек, где А плюс С больше, чем мы. Отлично. И у нас есть еще инволюция Э. Что она делает? Она ставит минус перед числом А. И меняет местами числа Б и С. Давайте я попитаю на вторую картину. Вот есть большое и большое множество Ф. Вообще-то это множество состоит из Аж и дополнения. Здесь, потому что очень хорошо видно. Множество Аж задано неравенством А больше 0. Поэтому просто-напросто, давайте так, по вертикали разделим. Вот здесь вот множество Аж, состоящее из тех, где А больше 0. Ну, а здесь, соответственно, дополнение. Дополнение к множеству Аж. Там, где А меньше 0. И еще есть множество Ж. Еще есть множество Ж. Тройки, у которых А плюс АС больше, чем В. Так? А теперь внимание. Что будет, если мы элемент из Ж подвергнем инволюции Ф? Что тогда получится? Поменяется знак перед А, а эти переставятся. Так? Как вот это неравенство будет записано для этих чисел? Это очень просто. Минус А плюс В должно быть больше, чем С. Господа. А вообще-то это то же самое, что В больше, чем А плюс С. Значит, инволюция Ф делает совершенно замечательную штуку. Она меняет местами множество Ж и дополнений. Понятно, я объясню? Непонятно? Вот, было такое условие. Представим себе, что я применил Ф маленькое. То есть, поменял знак перед первым числом, а второй и третий поменял на С. В таком случае у меня получилось минус А, С, В. Ну, записываю вот это условие. Что это за условие? Сумма первого и третьего больше второй. Сумма первого и третьего минус А плюс В. Больше второй, больше, чем С. Но это неравенство. В больше, чем А плюс С. Просто противоположно. Мы знаем, помним уже, что равенства не бывает у нас. Вот, оно просто противоположное. Значит, Ф маленькое, Ж и дополнение его меняют местами. Но, между прочим, Ф маленькое меняет местами знак при А. Поэтому я сейчас рисую картинку вот так. Не просто А, а как-то вот здесь. Вверху будет Ж, а внизу будет дополнение. Понятно, да? Что в таком случае делает инволюция Ф маленькая? Она делает замечательную вещь. Берет элемент, который лежит в Ж и в А, и переводит его туда, где и не Ж, и не Ж. Берет элемент, который лежит в Ж и не лежит в А, и переводит туда, где А, но не Ж. Идея понятна, замечательная. Замечательно. Значит, все множество Ф, но, правда, мы еще знаем, что есть неподвижная точка. А, кстати, что это за неподвижная точка такая у нас? А, неподвижная точка совсем другой. Неподвижная точка, она же не у Ф. Неподвижная точка уже маленькая. Сейчас мы вообще прижимаем, мы уже забыли, и рассуждаем только про Ф маленькая. Потому что эти картины, как-то совершенно непонятны, зачем мы тут ведь не подвижные точки. Вот. Но, когда у нас есть вот такая фиастинка, давайте нарисуем этот угольник. Значит, итак, то, что внизу, это не Ж, вверху это Ж, то, что справа, это H, а слева, это не H, смотрите, беекция Ф, андолюция Ф, доказывает, что вот здесь вот элементов поровну, и здесь вот элементов тоже поровну. Здесь столько же, сколько здесь, здесь столько же, сколько здесь. Потому что у нас есть просто вот заиноднозначное отображение, это самое Ф маленькое. Так, пока все понятно? Так, пока все понятно. Теперь нужно сделать такой замечательный год. Понять, что в множестве Ж элементов столько же, сколько в множестве H. когда это очевидно, я это пишу вот таким образом. В множестве Ж элементов столько же, сколько в множестве H. Очевидный элемент. Из чего состоит множество Ж? Из волнистого и классного. Вот оно множество Ж. Из чего состоит множество H? Из волнистого и классного. Просто поймите, чтобы перейти от Ж к H, надо пересечение оставить на месте, а вот эту точку послать при помощи Ф маленького. Сюда. Все понятно? Теперь вспоминаем. Мы подсчитывали неподвижные точки уже маленького. Она была только одна. Вот тут осталась одна неподвижная точка. Если у нас есть инволюция, сейчас уже вражды, уже эта инволюция, и у нее одна неподвижная точка, то вот это множество состоит из нечетного числа элементов. Значит, и множество H состоит из нечетного числа элементов. И теперь вспоминаем, что у нас была инволюция на множестве H, которые просто переставляла местами. Раз количество элементов нечетное, то неподвижная точка будет. А неподвижная точка – это как раз B равно C. Т.е. теорема Фермаильев опять доказана. Заметьте, теорема Хиттброуна, Сагира и мое доказательство на самом деле одно и то же. Если так хорошо-хорошо глядеться, то вы поймете, что более-менее про одно и то же есть не только для кого. Но на разных языках разная степень курса. С квадратом это кажется совсем-совсем просто. У Хиттброуна, ну я даже не знаю, у кого приятнее, у Сагира или у Хиттброуна, потому что Сагир сумел обойти без трех этих вот отображений, но зато формула у него такая более хитро записанная. Хиттброуна формулы выписал очень простые, но зато множество три штуки. Продолжение следует... Продолжение следует...